В просторном зале Дома Республики в этот день собрались все, кто активно участвует в спортивной жизни Мордовии. При этом не только сами занимаются спортом, но и активно его популяризируют. Было отмечено, что несмотря на ограничения, вызванные пандемией, 2020 год запомнился множеством ярких спортивных побед и принес в республиканскую копилку достижений 407 медалей. А 2021 уже ознаменован 362 наградами всероссийского и международного уровней. Главным спортивным событием года, безусловно, стала Олимпиада в Токио. Откуда наш спортсмен Сергей Емелин вернулся с бронзовой медалью. В этом виде спорта столь высокую награду наш земляк завоевал впервые за последние 17 лет. Нас ценят на международной арене, нас видят, где-то боятся даже. Но есть резерв для роста. Конечно, будем стремиться к золотым медалям. Отмечу также, что и спортивно-адаптационная школа у нас продолжает свое развитие. У нас десятикратный чемпион Европы Евгений Швецов. Тоже идет подготовка. Сейчас к паралимпийским играм скоро начнется. Тоже будем болеть за него. В приветственном слове Артем Сдунов также отметил, что сейчас в республике активно развиваются новые направления. BMX, пауэрлифтинг, легкая атлетика, спортивная гимнастика и другие. А вот спортивная инфраструктура, по словам лидера региона, загружена не в полном объеме. В связи с этим в ближайшие годы будет решаться вопрос с оптимизацией функционирования стадиона, построенного к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. А именно с загрузкой его массовым спортивным движением. И это еще не все. В этом году поставлена задача достроить наш универсальный спортивный зал. Это, конечно, нас продвинет и в фигурном катании, и в хоккее. Но везде должны быть задачи сопоставимыми с нашими возможностями, но и с нашими целями, которые мы перед собой ставим. Говорил лидер региона и о направлении спорт в село, а также о фестивале в его рамках, который состоится уже на следующей неделе. После приветственного слова Артема Сдунову были награждены те, кто своими достижениями формирует имидж Мордовии и поддерживает ее высокий статус в спортивной республике. Мне очень приятно, что в том году, пройдя 50-километровую дистанцию, став первой, я тоже достоилась этой чести быть сегодня награжденной. Конечно, сама дистанция и работа, которая была проведена, она была очень непростой. Боролись, естественно, за первое место. Целью было поставить мировой рекорд. Кроме спортсменов, чьи имена на слуху практически у каждого жителя Мордовии, в этот день по итогам 2020 года грантами главы республики были награждены тренеры, работающие с детьми в возрасте до 17 лет. Мы воспитываем детей преодолевать трудности, достигать высоких достижений, побеждая достойных спортсменов. И победа наших воспитанников – это наша общая радость и гордость. Торжественное собрание в преддверии Дня физкультурника для всех собравшихся завершилось музыкальным подарком. Выступил заслуженный артист Республики Мордовия Вячеслав Забков. Мы верим твердо в герои спорта, нам победа, как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам, наши звонкие дать имена. Марина Василевская, Владимир Надькин, Народные новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова